Давайте я представлюсь. Да, меня зовут Морозов Антон. Я руководитель группы развития комплексных решений, DSL, торговая марка Троссир. Для кого сегодня вебинар и почему он может быть вам интересен? Ну, вам будет интересно, если ваши клиенты сталкивались со случаями, когда заказы проходили мимо кассы или вдруг по каким-то причинам обнаруживалась недостача. Если внезапно управляющий или владелец ресторана и кафе обнаружил, что персонала нет на рабочем месте, а он там должен быть. Если в заведении вашего клиента бывали случаи неоплаты счета или какие-то другие конфликтные ситуации. Также будет интересно, если, например, в отзывах о заведении вашего клиента была информация о том, что гость долго стоял в очереди. Если в принципе вопрос количества гостей для вашего клиента важен, и он хочет понимать, сколько их было за какой-то период времени. Ну, и в целом, если вопрос среднего чека – это та задача, к которой бизнес может к вам обратиться. И, наверное, последняя, но только по списку, но не по значимости, неочевидная и интересная тема – как можно организовать путь гостя до столика с максимальным комфортом. Ну, особенно актуально это будет для заведений, где есть своя парковочная зона. Но давайте, наверное, с самого важного. Для хорики это, собственно, касса и возможные проблемы на ней. Большое количество наших действующих клиентов приходит к нам с вопросом именно кассовой зоны, так как там очень много доступных опций по мошенничеству либо фроду со стороны персонала. Ну, то есть там сценариев много. Персонал может отменять при чеке, делать фактическую скидку на счет, а разницу там положить себе в карман, особенно при оплате наличными. После ухода корректируются позиции в заказе персоналом, либо персонал регулярно прокатывает свои дисконтные карты и экономит на этом. Ну, список не конечный, и на самом деле, как ни печально, в 24-м году он только растет. Ну, собственно, все эти пункты можно контролировать, понятно, через кассовое ПО и вот у коллег в Кипере. Собственно, в самом Кипере есть отчет об опасных операциях, а мы благодаря готовой интеграции предлагаем несколько автоматизировать работу с этим отчетом, что мы предлагаем делать фактически. То есть над терминалом, где выбивается чек, где вводятся данные по счету, вешается камера и подключается модуль интеграции с кассовым ПО, в данном случае с AppKeeper. И затем настраиваются опасные события, то есть, например, та же самая отмена пречека или там открытие денежного ящика без пробития чека. Ну, список постоянно дополняется, сейчас уже достаточно большое количество этих операций доступны. Что это дает? Теперь при наступлении этого опасного события, ну, условно, там, удаление дорогой позиции с чека, например, автоматически система оповещает вас, если это нужно, и размещает видеоархив для того, чтобы потом можно было не просматривать часы видео, сразу перейти к видеофрагменту наступления, собственно, этой опасной операции. Ну, многие рестораторы используют это по-разному. Кто-то использует для реагирования в реальном времени, то есть прямо сейчас там выйти в зал и решить вопрос, почему была удалена та или иная позиция, почему случилось так, а не иначе. Кто-то по прошествию периода, там, день, неделя фактически просматривает эти опасные события и проводит работу с персоналом, чтобы таких ситуаций не повторялось. Ну, то есть основной вывод из этой интеграции при ее наличии – это быстро в несколько кликов смотреть опасные операции, подтверждать их, либо, там, проводить работу с персоналом. По поводу работы с персоналом, собственно, это следующий пункт, с которым к нам обращаются сейчас наши партнеры и их клиенты. Ну, собственно, контроль дисциплины, там, не все рестораторы в единицу времени знают, во сколько сотрудники приходят или уходят на работу, и не везде есть, стоит система контроля управления доступом. Ну, то есть из базовых вещей бизнес контролирует работу персонала по открытию смены на кассе. С этого момента, там, кафе либо ресторан начинает работать. Также есть рестораторы, есть сценарии, в которых рестораторы, там, ставят терминал с доступом по карточке, по RFID-карте, либо, там, ну, выдают эти карты сотрудникам, но это никак не решает проблему передачи этих карт на три коллектива. Ну, там, понятно, что, там, Вася сегодня опаздывает, он, там, передал карту либо код доступа Пете, Петя прошел, ввел. Да и Юре у нас два сотрудника на смене, де-факто только один. И это, в любом случае, влияет на качество работы заведения. Ну, собственно, как эти проблемы можно решить? Ответ прозрачный. На самом деле мы предлагаем поставить камеру, например, на входе для персонала и подключить модуль распознавания лиц. Дополнительно это решение усиливается трассирскуд. Мы также являемся производителем скуда. И вот при таком исполнении, если раньше можно было карточку передать и не зафиксировать, что человек не пришел, то здесь все прозрачно. Лицо – это идентификатор, который нельзя передать. Фактически сейчас при наличии такого решения мы, там, владелец ресторана либо управляющий, ответственный за графики, будет всегда видеть в электронном журнале, во сколько человек пришел и ушел. То есть фактически это готовый отчет с детализацией до каждого сотрудника. Ну и на самом деле мы там интегрированы с 1С. Если вопрос расчета заработной платы также привязан к графикам работы, это также можно брать из трассира, и у вас фактически будет видео подтверждение того, во сколько человек начал работу и закончил. Непосредственно по поводу наличия персонала на рабочем месте. Очень часто рестораторы приходят с вопросом, что да, до юра у нас сотрудники все на месте, они в ресторане, но их нет в зале, либо, например, бармена там нет за барной стойкой. Здесь тоже есть опция. Мы можем подключить модуль аналитики Workplace Detector и подключить его на каналы камер, которые направлены непосредственно на рабочее место сотрудника. Алгоритм простой. Если в зоне, которую мы обрисовываем, нет какое-то количество времени персонала, то генерируется уведомление всем ответственным. Соответственно, можно оперативно выяснить, где этот персонал находится, и принять меры для того, чтобы он появился на рабочем месте, чтобы ресторан продолжал работать как часы. Дальше. Ну, немаловажная тема – это девиантное поведение. Эту тему хотелось бы также затронуть. Но, к сожалению, индустрия гостеприимства часто сталкивается с конфликтными ситуациями, начиная от относительно недавнего скандала звезды «Слово пацана», все мы ее помним, заканчивая Кокориным, Мамаевым и их карающими стульями. Мне кажется, достаточно яркое событие, многие помнят. Ну, то есть всегда есть гости у ресторана, при визите которых заведение хотело бы проявлять особое внимание. И на самом деле это как касается блэк-листа, когда там какая-то конфликтная звезда или человек, не оплативший счет в прошлый раз пришел. Или это могут быть на самом деле и вип-гости, для которых нужно отдельное внимание, и персонал бы хотел знать, что эти гости пришли. Здесь решение также достаточно простое. Ставится камера на входе и подключается модуль распознавания лиц. То есть этот модуль автоматически оповещает всех ответственных, что человек из списка, черный или белый список, можно настраивать отдельно, пришел в заведение. Мы сейчас не берем юридический аспект 572-й ФЗ, он требует уточнения. Мы говорим про технологию, эта технология есть, ее уже используют. То есть плюс этого решения в том, что система не забывает лица, она точно узнает людей, которые пришли и помогает оперативно принимать необходимые действия. Что же касается, в принципе, трафика и гостей в ресторане. Трафик, здесь есть два сценария. Если формат заведения – это обслуживание за стойкой, то появление очередей, например, кофейни, то появление очередей может быть суперкритичной проблемой для бизнеса и влиять на поток денег, который бизнес получает. Ну, кажется, что достаточно простым решением является детекция очередей, но при этом управляющие не 24 на 7 в заведении не всегда находятся, либо если уже установлена система видеонаблюдения, то они не мониторят ее постоянно. Ну, и трафик – достаточно больная штука, в принципе, в хорике, поэтому, там, как оценивают сейчас без решения трассир, как могут оценивать достаточность трафика или нет. Ну, это понятно по количеству чеков. То есть управляющий смотрит количество чеков и сумму кэшфлоу за день и на базе этого принимает решение, окей, с трафиком все или нет. Но на самом деле это решение, ну, у него есть минусы, так как мы не оцениваем действительно людей, которые приходили, а только тех, кто заплатил. Что мы предлагаем в данном случае бизнесу? Мы предлагаем также использовать камеру на входе, но с модулем NeuroCounter. Этот модуль позволяет автоматически считать всех людей, которые заходят в заведение, и по итогу он, этот модуль выдает готовый отчет по количеству людей, которых он задетектировал. Соответственно, можно видеть по окончанию дня общее количество гостей, их соцдем, время максимальной нагрузки на кухню и зал, и на базе этих данных, на самом деле, достаточно много выводов бизнес может сделать, начиная от корректировки графика персонала, заканчивая оценкой результатов рекламных кампаний, то есть три клика, отчет готов. Как пользуются рестораторы сейчас этим? Ну, условно, там, при запуске, например, каких-то рекламных кампаний, я не знаю, там, на 19 августа, например, у ресторана запланирована рекламная рассылка, но отчет с установленного модуля NeuroCounter показывает, что пришло достаточно мало людей, и их соцдем не соответствует той рекламной кампании, которую ресторатор настраивал. Соответственно, можно... Это инструмент объективизации результатов рекламных кампаний в том числе. Собственно, это что касается трафика, если мы говорим про работу со средним чеком. Ну, понятно, что там причин низкого среднего чека существенно больше, чем мы здесь указали, но здесь, наверное, там, это основные вопросы, к которым приходят к нам рестораторы, и, собственно, мы предлагаем их решать установкой базового видеонаблюдения и ведением архива как минимум. Ну, и как максимум, там, прогнозирование трафика, который приходит в ресторан, также помогает распределять нагрузку на него для того, чтобы персонал работал качественной. Собственно, что здесь можно еще сделать, как можно помочь ресторатору, и как мы предлагаем это сделать. То есть мы можем настроить отчет работы конкретного официанта с конкретными столиками, если это ресторан, предусматривающий посадку, и фактически с видеодоказательствами провести работу с персоналом для того, чтобы средний чек был выше. То есть увеличить количество подходов к столику, провести тренинг и так далее. Более того, там, при внедрении системы Trossir, в данном случае SCUD и интеграции с активпасом, мы можем, ну, в принципе, понимать о том, как хорошо персонал работает и есть ли у нас здесь точки роста. Последняя, ну, неочевидная, но достаточно интересная тема – это парковочные места для гостей. Ну, то есть на скрине отзывы про реальный ресторан, там, в пределах третьего транспортного кольца в Москве. Отзывы хорошие. Более того, ресторан позаботился и организовал парковочные места для своих гостей, но, как мы можем заметить, гости все равно остались недовольны. Ну, и вопрос, почему? Ну, собственно, потому что въезд на парковку данного ресторана про отзывы, на который мы видим, он осуществляется вручную. То есть как это выглядит? Подъезжает гость, из заведения выходит охранник, уточняет, кто и зачем приехал, вручную открывает ворота, пропускает машину, закрывает ворота. Удобно ли это для гостей? Ну, кажется, что нет. Быстро ли гость попадает на парковку? Ну, тоже нет, так как процесс максимально ручной. Если номер не внесли в список, то охранник сверяется там с тетрадочкой, которая у него есть. Ну, в общем, сценарий не рабочий, хотя, казалось бы, ресторан делает все, чтобы гостям было удобно. Тоже вопрос достаточно просто решаемый. Как это исправить? Можно поставить камеру на въезд, которая будет детектировать автомобильные номера гостей. Ну, модуль распознает номер. Даже, наверное, не так. Давайте с позиции гостя посмотрим на эту историю. Гость бронирует столик, хостес уточняет у него, будет ли он на автомобиле. Гость говорит да. И госномер вносится в белый список. То есть это три клика-мышки для хостес, ну, либо любого другого ответственного, кто принимает броню. Далее гость приезжает в ресторан, камера распознает его госномер, сверяет со списком и открывает шлагбаум, собственно, пропуская гостя. Есть достаточно гибкие схемы настройки этих гостевых пропусков. То есть он, например, может быть разовым или постоянным для тех же самых VIP-гостей. Ну, то есть мы не говорим, конечно, что театр начинается с вешалки, а общение с гостем с парковки. Но кажется, что в ресторанной деятельности любая деталь важна, и то, как ресторан встречает гостей, тоже можно сделать удобнее при относительно небольших инвестициях в автоматизацию этой системы. На самом деле вот верхнеуровневые эти и другие модули мы объединили в готовое решение для ресторанов-кафе. То есть оно есть у нас в готовом исполнении, то есть это уже готовые преднастроенные комплекты. Оно может быть в кастомизируемом виде. То есть понятно, что не всем клиентам, не у всех клиентов есть открытые вопросы по пунктам выше, которые мы обсудили, и нужен какой-то кастом, нужно исполнение индивидуальное. То есть кому-то важно детектировать очереди, например, а кому-то не нужна система контроля управления доступом, так как она уже есть. Ну, собственно, у нас эти решения есть и в кастомизируемом, и в готовом виде. Мы призываем вас приходить к нам и рассказывать, какую именно проблему клиента хотите решить. А я уверен, что на самом деле список проблем, которые я озвучил выше, он не конечный. Их гораздо больше. И кажется, что я уверен, что с большинством из них мы можем помочь в решении. Это что касается готового решения. Теперь из приятного. Для тех, кто с нами еще не работал, у нас есть welcome bonus для новых партнеров. Ссылку на него я сейчас также продублирую в чат, либо доступна ссылка по QR-коду. Welcome bonus достаточно приятный, но, коллеги, очень важный момент. Для того, чтобы его получить, необходимо зарегистрироваться. Ну, собственно, посадочную я скинул, либо можно воспользоваться QR-кодом, который на экране. Ага. Дмитрий интересуется, обязательно ли на каждую кассу ставить отдельную камеру? Ну, желательно, Дмитрий. Желательно, потому что камера в данном случае фиксирует непосредственно... Она забирает данные с конкретной кассы и направлена на эту кассу. Поэтому, да, крайне желательно для того, чтобы упростить работу с видеоархивом потом. Ну, то есть увидели, что какое-то там тревожное событие произошло, сразу смотрим, что именно с этой кассой происходило. Но на самом деле там модуль... Ну, давайте так, это решение для ресторана в разрезе на одну кассу относительно недорого стоит. И там кажется, что из всей той аналитики, которую мы обсудили сегодня, это самый бюджетный сценарий для того, чтобы автоматизировать работу. Вот, поэтому, ну, крайне желательно, да. Ирина, стоимость. Мы готовы там, если вопрос готовых комплектов, напишите, пожалуйста, нам. Есть прайс на готовый комплект, но он очень сильно зависит от размера помещения и от количества касс, которые в ресторане есть. Как правило, это достаточно кастомные вещи, но скажу так, ценник начинается в зависимости от количества модулей, которые мы включаем в решение, и он начинается примерно от 300 тысяч и идет вверх в зависимости от количества камер. Вот, но есть прозрачный калькулятор окупаемости, то есть, ну, через сколько заведение окупит это решение и чем оно будет полезно. И мы готовы этим поделиться, готовы рассчитать под вас. Дмитрий, камеры сторонних вендоров, да, поддерживаются. Единственное, ну, лучше понимать эти, ну, о том, какие камеры стоят уже на объекте, если это уже там действующее видеонаблюдение, для того, чтобы мы убедились, что аналитика на них работает. Вот, поэтому, там, если есть уже какое-то решение, где камеры стоят, но нет аналитики, вы, в принципе, можете прислать нам видео с этих камер, с клиентских. Мы прогоним через аналитику, покажем, как это будет работать, и только дальше там сможем переходить, либо не переходить, это тоже иногда результат, к внедрению. Так, а Дмитрий вопрос, в чем коробочность решения и сравнивать решение для мониторинга номеров со встроенным распознаванием номеров. Ну, тут надо смотреть, камеры какого производителя. Дмитрий, если правильно понял вопрос, он касается, там, аналитики, которая на борту. Ну, все просто, можно, на самом деле, использовать ее, вопрос конечного ценника, клиентского в том числе, и вопрос гибкости управления данных, которые мы получаем. То есть здесь же мы предлагаем решение совместно со скруптора для выписывания гостевых номеров. Фактически это просто преднастрой... В чем коробочность? Это просто преднастроенный бандл, который готов к продаже здесь и сейчас. Но там практика показывает, что все равно половина запросов плюс-минус с кастомом, но мы достаточно быстро готовы его разбирать, предлагать там какие-то опциональные решения, отличные от коробки. Надеюсь, ответил. Как предотвращение мошенничества на кассе работает, когда сейчас почти везде оплаты картой? Ну, тут несколько сценариев, на самом деле. То есть, ну, персонал всегда найдет опции, как можно схитрить и заработать там дополнительных денег. Начиная от того, ну, недавний кейс, у заведения есть программа лояльности, и там действует накопительная система по карте. То есть ты поел раз, 10% падает на бонусный счет, условно, там цифры другие, и дальше ими можно оплачивать там практически полную стоимость заказа. Ну, в данном случае официанты прокатывали 2 или 3 дисконтных карты своих, и потом использовали эти дисконтные карты, чтобы делать скидку на чек. Ну, то есть конечному гостю выставлялся пречек с полной стоимостью. Он, соответственно, его оплачивал, ему предлагали скидку. Там опций достаточно много, но в любом случае наличка никуда не исчезла, и модуль ActivePost в данном случае мы используем не только для того, чтобы фиксировать мошенничество. Хотя это тоже, ну, это речь про наличку. Мы фиксируем его для понимания, например, среднего чека на конкретного официанта. Это бизнес-метрика супер важная для ресторанов и кафе, в которых есть посадка, где частота подхода к столику официанта влияет на средний чек. То, как он поговорил с гостем, соблюдение им скриптов или каких-то техник апсейла, это тоже влияет на средний чек. Здесь фактически мы сразу можем привязать конкретному официанту и привязать к видеоряду, на котором этот официант есть, и, соответственно, с ним поработать. Да, вот Дмитрий Новиков пишет, да, что кейсы, когда бармен-кассир попросит клиента оплатить наличными, еще существуют. Безусловно, вот обычно это связано с окончанием месяца, например, когда заведению по тем или иным причинам нужно выплачивать бонусы и заработную плату персоналу. Но я уверен, что многие сталкивались. Оплата карты, а у нас там терминал не работает, не могли бы вы наличкой оплатить? А, нет налички, ну хорошо, сейчас терминал заработает. Мы же не просто так включили это решение сюда. К сожалению, это достаточно частый кейс, ну, по крайней мере, я с ним достаточно часто сталкиваюсь.